Только что мы недавно же говорили об этом, что можно быть нравственным и совершенно бездуховным. И это, пожалуй, самое ужасное, что может быть с человеком, потому что он может возмнить о себе и превратиться в сущего дьявола даже. Нравственность хороша только тогда, когда она сопряжена с духовностью. Об этом пишут святые отцы замечательно, когда они говорят, что это телесное делание, они называют, то есть нравственная жизнь, то есть нравственная жизнь, сопряжённая, может быть, с исполнением церковных предписаний, так, установлений, если эта жизнь, эта нравственная жизнь совершается без жизни духовной, то она, оказывается, приводит, я вам почти цитирую, приводит к необычайно сильному развитию таких страстей, как самомнение, тщеславие, гордыня, осуждение. Слышите, с чем мы сталкиваемся, с каким явлением-то? Святые отцы называют эту нравственную жизнь телесным подвигом. Телесным подвигом в отличие от подвига духовного. И прямо говоря, телесный подвиг, совершаемый без духовного, даже более вреден, более вреден, да, нежели даже отсусти его, потому что, повторяю ещё раз, приводит к необычайному развитию вот этих самых страшных страстей, которые не допускают человеку никакого общения с Богом. Ну, ещё бы! Гордыня! Всё! Никакого Бога уже здесь быть не может. Так почему я говорю об этом? Потому что, когда мы говорим о справедливости, представьте себе, нравственно человек живёт хорошо, а что внутри его происходит? А что внутри души происходит? Чего никто не видит? Подчас чего-то он даже и сам не замечает, но внутри то, что скрыто. И если бы Бог был справедлив, и он бы поступил по тому состоянию, которое у меня внутри моей души, то все святые пишут, да мы им не могли бы, наверное, и малого времени просуществовать, были бы испепелены гневом этой справедливости. Слышите, оказывается, о чём говорит христианство? Попробуйте-ка это вместить! До сих пор все только и знают, задают! Какая же справедливость! Негодяй вот то-то, то-то и то-то! А этот человек, смотрите! Одни живут богато, другие – бедно, одни – здоровые, другие – больные, одни – эксплуататоры, другие – рабы. Где же справедливость? Вы слышите, что говорят? Справедливость – это высшая оценка понимания Бога во всей дохристианской религиозной жизни. Христианство говорит – нет, не справедливость, а любовь. А любовь всегда соотносится, соотносится так, как врач соотносится с больным человеком. Больного туберкулёзом – на курорт! На курорт! Ура! У больного аппендикс, у которого спалился, немедленно на стол, на операционный поднож. Какая несправедливость! Для какого-нибудь инопланетянина! Так и мы, как инопланетяне какие, подчас требуем, критикуем, возмущаются против Бога, приходится получать немало писем. Где же справедливость? Какой же это Бог? Или, говорят, какая же любовь? И не понимают, во-первых, Бог не справедливость, а любовь. Любовь, причём истинная, правая. Правая любовь, а не какая-нибудь. Во-вторых, она соотносится с духовным состоянием человека, а не просто с его внешним положением, его внешним состоянием как таковым. А об этом внутреннем состоянии кто может судить, любопытно? Кто это такой судья, который уже может решать, кому что надо? Неужели мы не понимаем? Только посмотрим на этот мир, на творение Божие, который потрясает нас чем? Свою сложностью, разнообразием, премудростью, красотой. Мы тоже сразу должны сказать, о, Боже мой! Даже этого не можем понять, как это могло только быть. Это нужно только закрыть глаза, чтобы говорить, что по теории эволюции всё это возникло. Так и здесь, в состоянии души, мы не видим и не знаем действительно, кому правильно, что находиться, в каком положении, где правильно, то есть по любви не знаем мы и дерзаем друг выносить своё суждение. Итак, второе, что христианство заявило. Бог есть любовь. Такого прямолинейного, чёткого, ясного никогда не знала ни одна религия. Кстати, ислам, Бог милостивый, правда? Милостивый называет. Но милостивый какой? Да, он милостивый, но судит по справедливости. По справедливости, а не по любви. Опять-таки, что такое милость? Милость, да, я могу смягчить, могу смягчить, но уже не могу, извините, помиловать. когда ты совершил не то. Совсем разные категории. Это надо понимать. это надо понимать. Субтитры создавал DimaTorzok